Самарский губернатор, тайный советник Николай Васильевич Протасьев всем извещает, что все официальные поздравления с праздником Святой Пасхи он будет принимать в кафедральном соборе сразу после заутренней. Всем исчерпываются все формы поздравлений. А у нас с вами на дворе апрель 1914 года. Совсем скоро наступит святая ночь и самарцы будут праздновать этот праздник вместе со всем христианским миром. Звездочка ясная, ярко сияющий, ласково нежный, чарующий взор, душу тревожную, сердце смиряющий, чувство зовущий на вольный простор. Пасха 1914 года праздновалась православными христианами в воскресенье 6 апреля. А вот уже на следующий день 7 самарцы могли увидеть в городском театре сразу два спектакля. Днем это был спектакль «Король веселиться», который давали по уменьшенным ценам. А вечером старинная опера «Гейша», сыгранная в бенефис талантливой артистки Павловой. Праздничной была и вся дальнейшая театральная неделя. Так, во вторник днем самарцы могли увидеть оперету «Граф Люксембург», а вечером, а в этот же день, веселую шутку Валентинова в волнах страсти и его же театральных сирен. В среду, в четверг, в пятницу, в выходные, здесь, возле театрального подъезда, можно было видеть десятки людей, пребывающих в радостном возбуждении. Постарались в этот день и другие театры тоже. Так, в Олимпе гастролировал театр «Миниатюр». В Пушкинском доме давали Гамлета, в театре «Сфинкс» можно было увидеть лилипутов Ратушинского. И даже в доме для рабочих на Ильинской площади было устроено литературно-музыкальное утро, на котором читали стихи и исполняли музыкальные произведения. Радовали и художники. Так, Александровский музей приглашал на выставку работ самарских художников. А вот в Новотройском торговом комплексе была устроена выставка иногородних художников и учеников Пензенского художественного училища и классов рисования Короснова. Нет, скучно в эти пасхальные дни в Самаре не было точно. Праздничными были и газеты, вышедшие в городе в эти дни. Так газета «Голос Самары» поместила в пасхальные дни сразу несколько новых стихотворений и рассказов, один из которых назывался «В святую ночь» и был подписан псевдонимом Петрович. Вот его-то мы с вами сейчас и почитаем. Тяжко-кошмарной жизнью, полной тоски, страданий, отчужденности и мучительной неподвижности была жизнь Петра Николаевича. Вот уже восемь лет, как он сидел в своем кресле целыми днями и только ночью менял его на постель, куда его переносили чужие руки. Кресло и постель, постель и кресло. И так без малейшего изменения в продолжении трех тысяч дней, когда часы и минуты казались вечностью. Три тысячи дней он видел только эти комнаты, опротивившие ему как могила. И еще мучительнее становилось ему тогда, когда яркие солнечные лучи заглядывали в весенний день из окна. Тогда живо чувствовалась яркая, красочная жизнь людей и природы там, за этими стенами. Порой сознание оторванности от всего живого мира становилось таким жгучим, что Петру Николаевичу хотелось покончить с собою. Но и этого он не мог сделать, так как не мог добыть без посторонней помощи ни яда, ни оружия. Так было и сегодня. Жена и дети ушли к пасхальной заутрине, ушла даже прислуга. Всем хотелось увидеть и самому почувствовать весеннюю радость людей, охваченных восторгом ожидания какого-то нового счастья. И только Петра Николаевича не касалось волшебной силы святой ночи. И он как всегда сидел в своем надоевшем кресле. А там, там за окнами виднелись огоньки, целые гирлянды движущихся огоньков. Там слышались веселые перезвоны колоколов, голоса людей и ласковый шерест весеннего ветра. Но все это было там, за чертою этих комнат. А Петр Николаевич сидел в углу своей комнаты и мучительно чувствовал, что, несмотря на свои 35 лет, он уже никогда не примет участия в этой жизни. И ничто из того, что происходило там, за окнами, не коснется его. В столовой было светло. На столе уже стояли приготовленные к пасхальному разговению куличи и бабы, горки, пестрых яиц и бутылки с вином, фрукты и большой окорок. И все это было так празднично и красиво, как и в то время, когда Петр Николаевич сам принимал участие в украшении пасхального стола. Давно ли это было? Кажется, что совсем недавно. Но теперь это время было похоже на чарующий и какой-то давний-давний сон. Давний, потому что восемь лет назад ноги Петра Николаевича отказались подчиняться ему. И с тех пор он был прикован к креслу в углу своей комнаты. Да, окончив университет, он женился, поступив затем кандидатом в казенную палату. Но вскоре получил место податного инспектора, которая вместе с доходами небольшого именица вполне обеспечивала его существование. Первую пасху они встретили вдвоем, а на вторую их было уже трое. Он, жена и крошечное человеческое существо. К Третьей Пасхе превратившееся в хорошенького толстенького мальчугана с бледно-золотистыми локонами над розовой рожицей. Локоны разбивались во все стороны, точно струились. Потом родился еще ребенок. А вот дальше было уже кресло. Кресло, кресло и кресло. Медленно качался маятник часов, отсчитывая пульс вечности. Радостно перекликались голоса колоколов. Петр Николаевич неподвижно сидел в углу на своем кресле. И вдруг он явно услышал шорох в замочной скважине. Нет, это был не ключ. Да и кому было входить? Жена, дети, прислуга, все ушли в церковь и ключ взяли с собой. Петр Николаевич не знал даже, что предположить. А звук тем временем все продолжался. И вот уже Петр Николаевич точно осознал, что в дверь ломятся грабители. Вот сейчас они войдут и расправятся с ним. Ведь это так легко сделать. А потом ему было страшно представить, что будет потом. Потом придут ничего не подозревающие жена и дети. И грабители Петр Николаевич боялся подумать о том, что будет. Ужас охватил его. И не отдавая себе отчета, Петр Николаевич бессознательно рванулся к двери. Уже пару мгновений спустя стоял возле нее. А там за дверью стояли грабители. Кто там? Крикнул Петр Николаевич. Царапание мгновенно прекратилось. Отвечай, или я буду стрелять, произнес он. За дверью послышался шепот. Что-то стукнуло. И по быстрому топту ног можно было догадаться, что стоявшие за дверью спускаются по лестнице. Только теперь пришел в себя Петр Николаевич, который пораженно смотрел по сторонам. Он стоял в передней, против открытой двери в столовую. А там виднелся пасхальный стол. И в углу стояло его ненавистное кресло. Петр Николаевич подошел к столу, потрогал кресло. Да, все это были настоящие реальные предметы. Он открыл окно, и на него повеяло свежим весенним воздухом. По улицам тянулись огоньки, и можно было рассмотреть людей, идущих с фонариками, и просто со свечами. У двери опять послышался шорох, но резкий, определенный. Он повернулся, и глаза его встретились с глазами входившей жены и детей. А утром на лестнице нашли связку воровских инструментов. Громилы начали было выпиливать в двери замок, но не окончив работы, бежали. А вот в гостинице «Гранд-отель» в пасхальные дни 1914 года произошел совсем не праздничный случай, о котором поведал самарский купец Петр Николаевич Новокрещенов, подавший следующее заявление в сыскное отделение. Говорилось же в этом заявлении об ограблении его другим купцом, Бугурусланским Иваном Александровичем Фаддеевым. Согласно этому заявлению, Новокрещенова пригласила в отель жена Фаддеева Мария Алексеевна. Здесь приятели начали играть в карты и пить чай. И во время вот этой игры Фаддеев и похитил у Новокрещенова два кредитных билета, несколько векселей и чек, с которыми и скрылся. Однако опрошенный полицейским надзирателем Долгановым Фаддеев пояснил, что векселя и чек отдал ему сам Новокрещенов, который был ему должен. Скрываться же с ними он и не собирался, просто ушел в другой номер, чтобы избежать скандала, ибо мог оскорбить должника. Заявление же Новокрещенова он считает вымыслом и клеветой, что могут подтвердить свидетели. Такой была пасхальная неделя 1914 года. Последняя пасхальная неделя перед событиями, рядом с которыми покажутся детскими шалостями и воры с целым арсеналом воровских инструментов и ссоры купцов, которые пили чай в гранд-отеле. А пока самарцы стояли за утренню, ходили в театры, читали праздничные газеты и поздравляли с Пасхой друг друга. Ночь бесконечная, ночь молчаливая, кажется милой, манящую вдаль. Прочь, отойди же ты, прочь, сиротливая, плачь, надрывайся, глухая печаль. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин